О, хей, друзья, это Маугли, Dreamfall Chapters, третья книга, мы продолжаем её настойчиво, медленно, но верно проходить. А план конь-те есть, или мы будем импровизировать? Мы идём к повстанцам. В таверну. Что это? Поведу странника закрыт, по всем постоянным клиентам добровольным градусом петухи и котёнки на Айротовине у Южных Ворот. Вот так, туда мы отправляемся. Всё, пойдём. В приют странник, э, приют странник. Это безумие, я и правда здесь, и я всё это помню. Вау, вы знаете, я вернулась. Всё-таки это не был сумасшедший сон во время комы. Так, чё-то у нас здесь, о, здесь собрание, да, а он опять, короче, вербует. Ах ты. Опять, короче, он, да. Трубы. Вот чё-то я не помню, когда мы там бегали, я не помню, что мы здесь были. Это как, да, это какая-то, видимо, новая, новая часть города открылась для исследования. Появились животные, заметьте. Эти огромные. Не знаю, кто это, какие-то улитки, динозавры появились. Ага, всё ясно, вот она здесь, как раз эта дверь была, возле этого технического дома. Окей. Немного времени прошло, ещё до сих пор этот праздник. Вот здесь страшное чучело стоит. Народ уже опохмеляется с утра пораньше, ест тыкву. Олдваны, элливаны, что-то такое, короче. Да, всё, вот мы и на площади разборки. Интересно, встретимся ли мы с нашей компанией здесь? А, наверное, все уже ушли. Они ведь собирались долго не задерживаться. Ворон, я тебя обгоняю. Слушай, парень. Ну, чё? Чё скажешь? Я пойду внутрь, подожди меня. Пойдём, зайдём. Будь как дома, Зоуи. Ты вернулась в Аркадию. Так, давайте сразу посмотрим. Наших друзей нет, конечно же. Конечно же, никого. Но мы поговорим с нашим дорогим Ульвиком. Добро пожаловать в петух и котёнок. Привет, Эм. Приветствую. Доброй встречи. Что? Что? Я не знаю, я иностранка. Не может быть. Откуда вы конкретно? Я и сам путешествую, но я не могу точно определить ваш акцент. Я просто... Я не знаю... Я желаю, чтобы я взял эти импровые глазки. Скажем, что-то. Скажем, что-то. Скажем, что-то. Я просто... С востока. С востока, далёкого востока, где восходит солнце. Я всегда интересовался этими местами. Оно огромное. Даже не подозреваешь, насколько пока не увидишь вблизи. Кей-тай. Не, ну ладно, что-то придумал. Что, простите? Что будете пить, говорит? Местная выпивка, холодная, газированная, сладкая, фруктовая. Местная выпивка, пиво, холодная, газированная. Наверное, такого нет. Сладкая, фруктовая. Я бы не казался от праздничного напитка с маленьким зонтиком. Прошу прощения. Зачем жидкость прятать от дождя? Это следовало ожидать. Я надеюсь, что они в высоком стакане сладкие, не очень крепкие, желательно украшенные кусочками фруктов. Как начать кружки яблочного сидра с луком, разведённого водой? С луком, отлично. Выпьем, чтоб у нас пахло. К за рта. Так, короче, он нам даёт нужное место. Давайте будем раскрываться дальше. Нет, это место гораздо для меня. Мне нравятся забегаловки. Простите, я не милый, да что? Э, неприятнейшая вещь, которую говорят, говори о моём пабе задолгий год. Чем я ещё могу быть вам полезен, юноледи? Он что-то говорил о церемонии в башне, воздушной змеи, шатву. А сзади. Меркурия. Петух и котёнок. Это же раньше был... Петушок и киска. Как чья-то умная шутка. И мы все её понимаем. Вечно, хмурый, дерзкий петушок, хорошая игра слов. Смотрите, как она у нас. Какой каламур? Ага, стоп. Короче, он рассказывает об этой... Великая церемония. Открытие сети трупов. Отлично, дальше. Магически, да? Спросим про... Дальше. А сзади ещё управлять городом? Нет, они не... Город управлять советы. Эмиссар, она советник. И её советы без сцены. Они очень важны всем нам. Звучит, как неплохая система. А сзади пошли? Жот повстанцы. И что вам известно? Сопротивлений. Ну, понимаете, о повстанцах. В повстаническом движении. Восстаний магических... Нет. Мы здесь не обсуждаем террористов, мадам. Понятно, простите, я не хотела. Просто любопытно. Вот что я вам скажу. Возможно, вы захотите с кое-кем поговорить в кузне. В городском сквере. Это на дальней стороне, у ворот в Боунс. По сути, идите в дверь и скажите им, что вы ищете библиотеку. А теперь, боюсь, меня ждет работа. Я уже слишком долго пренебрегаю другими моими клиентами. Ой, простите, спасибо за вашу помощь. Спасибо за вашу помощь. Идем, значит, мы в библиотеку. И там уже этот, кстати, нас поджидал. Как он там? Ну, чувачок из Анклава. Который любил читать книги. Сейчас он нас, короче говоря, встретит. Так, ворон. Все, следи за мной. Короче говоря, она ему советует. Давай, присматривай с высоты птичьего полета. Так, где же, где же, где же, где же была эта самая библиотека? По-моему, это в районе сада. Или нет? Или я ошибся? Нет, 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 нет. Нам нужно идти вниз. Как здесь красиво. Как здорово. Наряд у нее такой вообще козырный. Здесь все починили, смотрите, после того взрыва-то. О, ничего себе, заблокировали они здесь все. Придется оббегать все-таки. Ну, ничего, побегаем. Нам же нравится бегать, правда? Да, возле сквера. Точно, точно, это было в самом начале сквера. Побежим туда. Листья уже желтеют. Уже осень, похоже. Наступает. Что-то типа черепаха, да? Вот киска примет с красными глазами, то есть, набросится на меня. Ой, боже, какой звук издает. Вау, это что за тыквы? Это же просто гигантские тыквы. Это интересно. Вот, да, 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 да. Прямо по курсу у нас есть эта самая библиотека, куда нам нужно. И где нас, похоже, уже поджидают наши друзья. Да, вот. Что это? Кузня в сквере. Отлично. Сюда-то нам и нужно. Тук-тук-тук. Ээээ... Привет, я пришла в библиотеку. Я знаю, это странное приветствие, но мне сказали, что здесь... Ладно, мы заходим. Заходи, заходи. Главное, чтобы по голове никто не дал. Случайно. Что же вы удумали на этот раз? Наши дорогие заговорщики. Хамми знает. Что именно знает? Что Киан жив. И те не его знают. Что он еще рассказал генералу? Они разговаривали. Мои люди видели, как генерал входил в машинный зал в сквере. Вскоре заметили, как Албаны покидает дом. Они были там вместе с одним из инженеров. Кажется, его зовут Ферраус. Его нигде не найти. Должно быть, Хамми его где-то укрыл. Свидетель. Так он знает, что ты ему лгал. А он пока не выступит против тебя. Пока не узнает, зачем и что мы планируем. Да. Хамми умен, как скальный бетон и вдвойне опасней. Нам нужно от него избавиться. От матери Утаны тоже. Она наверняка... Он наверняка и рассказал. Их водой не разольешь. Потому что вопрос в том, сообщили ли они первой. Им нужно больше доказательств. Еще есть время. Ты говоришь про убийство. А что ты еще предлагаешь? Мы давно перешли черту в Амон. Назад пути нет. Я не могу просто войти в покой Хамми и перерезать ему глотку. Это должно выглядеть как несчастный случай. Церемония. Она уже через неделю. Мы не можем ждать. Мы не можем себе позволить действовать необдуманно. Генерал продолжит свое расследование, пока не получит эндикой. Это доказательство нашего предательства. Потом на церемонии. Мы убьем их обоих и повесим всю вину на сопротивление. Но если он начнет действовать раньше, мне нужно быть готовым. Мне нужно сообщить тем, кто надежен. Тише. Иди сюда, мой милый. Не волнуйся. Мы это переживем. Мы всегда выживаем. Мы слишком усердно трудились, чтобы сейчас проиграть. Машина будет нашей. Северные земли будут нашими. Люди генерала вернутся в Азадир. Совет не организует еще одну кампанию. Они не могут себе этого позволить. Им не хватает поддержки народа. И наконец-то мы вернемся с триумфом, неся свет богини. Мы уничтожим наших врагов. Мы будь правим Азадиром. Как всегда и планировали. Мы не проиграем. Любовь моя. Я стану императрицей, а ты моим верховным командующим. Такова воля богини. Я знаю это. Я знаю. О, боже мой. Женщина вертит таким здоровым, сильным мужиком. А он просто как самый последний подкаблучник. Ничего не может сделать против. Как печально. Как печально. О, мы в Анклаве. Что это за место? Куда вы меня ведете? Может что-нибудь ответите, а? Вы же сопротивление, верно? Вместо того, чтобы похищать меня, можно просто вежливо попросить. Я пошла с вами. Я так хотела с вами пойти. Молчим, значит? Ладно. Отведите меня к главному. Всегда это хотела сказать. Шепард занята. Она поговорит с тобой позже. Такс, теперь вы со мной разговариваете? Хорошо. Я бы хотела... Стой, я помню этого человека, это же... Не болтай. Шагай. Но я его знаю. Закрой. Рот. Точно нет. Нет. Ты не можешь сейчас покинуть Меркурию, если отправишься в Киен. А что если они тебя найдут? Они убьют тебя. Ну, значит убьют. Я осознаю риску. Риски. Эмма. Я знаю, ты хочешь защитить его, но всего лишь один ребенок. Если ты погибнешь, что мы будем делать? Вы продолжите борьбу. Вы стали сильнее. Вы можете им противостоять. Ты знаешь, что это неправда. Генерал привез с собой за задир еще больше войск. У нас в шаткой ситуации. Я пойду с ним, чтобы убедиться, что он останется в живых. Что? Ты не пойдешь. И мы потеряем вас обоих? Нам повезло, что мы не потеряли больше людей, когда сгорел город. Это будет вопрос времени, когда задержанным решающий удар. Ребята, я мягко-сердечное, как маленькая школьница Азид. И Бип, и друг мой тоже. Но я согласен, Шепард. Мы не можем рисковать. Я к тому, что у нас теперь даже нет целителя. Сколько еще Анна будет гнить в камере? Пока она не станет прахом, она нас предала. Знаешь, мы не надоело слушать о предателях и предателях. Мы тратим время споря друг с другом вместо... Это не только из-за мальчишки. Если я отправлюсь к Киен в лагеря, то найду доказательства того, что они делают с магическими. Если генерал Хами и мать Утана узнают правду о том, что делают с невинными созданиями, возможно, они... С созданиями? Он не это имел в виду. Правда, Киен? Ты же не это имел в виду. Он показал, что не считает магических за людей. Мы еще помним того растительно-малолетних офицера, сзади которого ты отпустил. С людьми и женщинами, детьми и беззащитными. Если Хами и Утана узнают правду, они могут поменять свою точку зрения. Они им смогут оказать поддержку. Мы не сможем победить в этой войне своими силами. В ОМОН и Сахии слишком сильны. А с людьми Хами на их стороне, они станут непривизимы. Но если мы лишим их поддержки, даже если Хами не станет в нашу сторону, шансы наши возрастут. Заставьте меня остаться. И это лишь отсрочит неизбежное. Отпустите меня. И мы сможем победить в этой войне. Ты не упрощаешь мне задачу, Киан. Но может быть, пора позволить тебе самому решать. Я не буду стоять на твоем пути. Мне это совсем не нравится. Когда ты отправляешься? Прямо сейчас. Я смогу проникнуть на воздушный корабль и отправлять на эту ночь на острова. А значит, времени так уж много. Но не буду вставать у тебя на пути. Идея, будь героем или типа того. Цели обновлены. Отправиться в Меркурию. В общем, она нас отговаривает. Ууу, как это трогательно. Так, а где же наша дорогая... Наша дорогая Зоу и Кастильо. Может быть, этот чувак здесь есть очкастый? Нет? Нету его. Ну, надо, не остается ничего другого, кроме как идти. Ну что, Лико? Без меня ты не уйдешь. Ты и я заключенный, мой народ. Короче, хочет пойти тоже. Ну и ладно, пошли. Че, я не против? Вместе будем там рубить головы направо и налево. Очень офигенский квест. Покинуть Меркурию. В смысле, Анклав. Просто спуститься по лестнице и залезть в лодку. Я, конечно, люблю эту игру, но разработчики дорогие, это, конечно, уже слишком. Хоть бы можно было что-то поинтереснее придумать. Пускать как интерактив. Интерактивный сериал. Чтобы мы просто смотрели кино и принимали выбор. Воздушный корабль. Они ведут магических через эти ворота. Нам как раз нужно пробраться на борт этого корабля. Найти путь на воздушный корабль. Что может быть проще? Здесь мы не пройдем, это бесполезно. Что у нас здесь? Ага, вот она, партия пошла. Нам нужно как-то успеть за ними. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Далее осталось место. Это последний магический, да? Да. В смысле, здесь еще оставшиеся, я кругом их вижу, свободно разгуливают. Словно они настоящие люди, а не животные. Это отвратительно. Ну, они не совсем животные, так ведь, они ведь разумные, но, по крайней мере, некоторые из них. Нет, они грязные животные. С катертью им дорога. Я не знаю, у меня был долгий разговор. На ферме. Оказалось, она милой. Так, надо что-то придумать. Надо что-то придумать, как туда пробраться. Здесь бесполезно, они все стоят, смотрят на меня. Что мы еще можем сделать? Как-то надо их вырубить. Если мы просто подойдем. Что тебе надо? Проваливаем, мы тебя пока не арестовали. Что можно сделать? Найти путь на воздушный корабль. В инвентаре у меня... Ничего. Ничегошеньки нету. Я сказал тебе убираться отсюда. Да. Чего бы придумать. Все, он уходит. Это хорошо, молодец. Правильно, правильно. Уходи, давай отсюда. А этот... Хмырь чё стоит, смотрит. Эта лива работает в порт-калисе. Что ты делаешь? Ты знаешь, я стою, правильно? Эй, у нас здесь мятежник. Не сработало. Чё мы можем с ним сделать? Принужили ему. Падет. Дёргай за рычаг и вперёд. Кьян? Куда ты? О, нет, нет, нет. Ты за ним не пойдёшь. Ты не в ответе за него. Это не твоя вина, Кьян. Это не только ради одной жизни, Анна. Это не только ради Биба. Короче, я за ними пойду, всех их спасу. Они посланы на смерть. Ты бросаешь меня снова. Что ты имеешь? Меня зовут не Анна. В каждом городе представляют по-разному. Так безопасней. В садере меня зовут Алейна. Но я никогда не говорил о тебе своего имени. Ты не узнаешь меня. Это понятно, я изменилась. А ты нет, не считая. Ты знаешь, тебе идёт. Та девчонка, которая спас от шайки Вамона. Ага, я та девчонка. Что, и всё? Последние 20 лет я думал о тебе каждый день, и я та девчонка? Теперь я чувствую себя такой особенной. Прости меня, Анна. Алейна. Я тебя помню. Вамон пытался навредить мне. Они бы и убили меня, если бы не ты. Ты всем рискнул заступился за меня. Тогда впервые кто-то отнёшься ко мне с добротой. Ох, очень трогательная история. Нет, другим человеком ты стал потом. А сейчас... Ты снова тот мальчик, которого я тогда знала. У-у-у. Как трогательно. Проклятие. Это, почему ты должен идти. Или... Потому что... Ты должен идти, потому что... Ты должен им помочь, когда я... Это не моя шага. Может быть, не. Я не знал... Я не знал. Хорошо. Хорошо, я им помогу. Ну, давайте поцелуйтесь ещё раз, раз вы уже целовались. У-у-у. А это за что? Из любви, ты идиот. Я люблю тебя с тех пор, как ты поднял меня из твоей грязи и спасла меня. Как мне жизнь? Я больше никогда никого не любил. А я не знаю, могу ли я... У меня ушло больше 20 лет, чтобы найти тебя. Ну и всё. Пока. Ушло так ушло. Какая разница? Всё, поднимаемся наверх. Так, вот у нас солдатик стоит. Мы сейчас его вырубим. Как уже это умеем делать? Ну давай уже, иди. Чё стоишь? Кого ждёшь? Потихонечку подойдём. Ну, типа стелс такой, да? Никто не слышит моих шагов. Я на цыпочках крадусь такой. Просто Ассасин Скрит отдыхает. Подходим, подходим. Он ничего не слышит. Удушили всё. Как пец ему. Ну всё, можно идти. Залазим. На платформочку нажимаем. На колокол. Давай, поднимай. Крути. Баранку. Копачки. Киан, не уйдай без меня. Быстрый. Дай руку. Подать руку Лико или оставить Лико? Давайте ему подадим руку. Мы же друзья. Чё кого? Держись. Почему ты подал мне руку? Ты меня умолял. Ты меня бесишь. Потому что я помог тебе забраться? Потому что продолжаешь не давать мне причин тебя ненавидеть. Не считай убийцы твоего отца на твоих глазах. Ну, ну, кроме этого. Ну что, друзья навеки. Оу-е. Они поднимаются в корабль и летят уже на острова, куда ссылают всех магических существ. И на этом третья книга Dreamfall Chapters подходит к концу. Не скажу, что этот эпизод был просто потрясающим каким-то. Большинство игрового процесса было просто чтение диалогов. И всё такое. Будем надеяться, что четвёртая книга, которая, кстати, выходит совсем скоро. Они обещали до конца ноября её выпустить. Ну, может быть, самые ранние. Это в декабре в начале. Это сделают. Будем продолжать играть. Давайте посмотрим на наши решения. Я откровенно повел другим о своей личной жизни. Не уверен, как я к этому отношусь. Я не стажусь своей сущностью, но мне некомфортно допускать других слишком близко. Мои слова могут быть. Бар-бам. 99,3% сделали этот выбор. Я вернул инструменты механику. Это круто. 43% всё додумались до этого. Я усыпил крысу сыром с плесенью. Неужели какой-то другой был способ? Я быстро среагировал и вернулась от пули, предоставив мужчине в костюме хорошую линию обзора. Он застрелил солдата ока за моей спиной. Почему он не помог? Потому что это 8,2%. Данные Барути наконец-то усали. Надеюсь, Десница сможет их опубликовать. Я не знаю, правильно я поступил. Но, по крайней мере, смерть Барутия не будет напрасной. Да, это был странный. Петухе и котенки попросил выпить что-нибудь фруктового и получил лук. Видимо, такова жизнь. У вашего решения вряд ли будут какие-то последствия. Нет, ну а чего вы ожидали? А зачем тогда это вообще здесь указывать? Так, ради прикола. Я просто не смог остановить Лика. Он был полезен во время миссии. И, может, мы сплотимся и станем сильной командой. Всё. На этом третья книга подошла к концу. С вами был Маугли. Я старался как мог. Но мы продолжим уже в следующий раз, как только выйдет четвёртая книга. Спасибо за локализацию компаний группе Welding Team, которые действительно уже потом и кровью там все с ней зашли, не зашли, чтобы перевести всё-таки на русский язык и дать возможность русским игрокам насладиться игрой. С вами был Маугли. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что-то вообще пишите. Мне бы хотелось пообщаться с кем-то из моих зрителей, если такие вообще, конечно, есть. Но в любом случае я делаю это, потому что мне это нравится. Спасибо большое. Всегда оставайтесь на высоте. Пока-пока.